Доброе утро, уважаемые трейдеры! Я думаю, что этот тип анализа не менее достоин для оценки того, что происходит на рынке, нежели чем техника, а зачастую именно фундамент своими основополагающими решениями и становится началом, скажем, полноценного развития тренда, если речь идет о каких-то важных событиях. Вчерашний день не то чтобы нас разочаровал, я бы даже сказал, что больше оказался таким, как мы и полагали по реакции активов, но не все инструменты дотянули до тех уровней, на которых могли бы оказаться с учетом той поддержки статистической, которая была. Особый акцент мы сегодня сделаем на нефтянку, которая не просто снижается, я бы даже сказал, валится и остановить такую коррекционную динамику будет очень и очень трудно. Поэтому считаю то, что наша с вами цель в 60 долларов за баррель по бренду, она как никогда сейчас близка к реализации и возможно при усилении продаж и сохранении такого же пессимизма на рынке, что вчера мы сможем добраться до этого рубежа уже под закрытие этой недели. И кто знает, друзья, может быть медведям удастся очень быстро преодолеть эту планку без каких-либо откатов, без каких-либо консолидаций и уже руководствоваться новыми ориентирами, которые находятся гораздо ниже на текущий момент поддержки в 60 долларов за баррель. Из важных событий сегодняшнего дня посмотрим за темпом экономического роста в основании еврозоны. Эти релизы будут публикованы в 13.00 по московскому времени, тоже и квартальная годовая оценка в 16.30, классика жанра для четверга, это заявленные пособия по возработице, тоже своего рода прелюдия небольшая перед американским рынком труда. Non-Farm Parallels у нас публикуется в пятницу, по NDP у нас есть уже определенные угодные, с которыми мы работаем, осталось только закрепить результаты, официальная статистика, терпеть осталось немного, ждать совсем чуть-чуть ровно отсутки. И после Non-Farm Parallels у нас будет уже на горизонте маячить еще одно супер событие для доллара, это повышение процентной ставки. Несмотря на то, что на рынке очень сейчас активно фигурирует идея о том, что решение по расточению политики уже полностью заложено в цену, я считаю, что мы вправе еще, друзья, говорить о том, что этот дисконт еще не до конца отражен в курсе американской валюты. Поэтому доллар получит достаточный повод для роста еще и, надеюсь, сможет приблизиться к заветной цели в районе 115 иен против американца. В 19.00 также сегодня выступление председателя Европейского центрального банка Марио Драги. Не хочется, опять же, преувеличивать значимость этой конференции для динамики евро. Мы уже неоднократно слышали господина Драги, знаем то, что, какой позиции он придерживается, знаем то, чего добивается сейчас Европейский центральный банк. В принципе, четко уже осознаем основные вехи вот этой дорожной карты того, как будут осуществляться процессы выхода из текущих экономических стимулов. Я имею в виду, по крайней мере, программы количественного смягчения. Про ставки еще ничего не известно. Единственное, что их будут сохранять низкими в течение даже более длительного периода времени и после завершения программы QE. Это, конечно же, та риторика, те сводки, новостные итоги фундамента, которые создают хорошие условия и возможности для распродажа евро. Но европейская валюта, будучи главным валютным риском, сейчас, как и в последние месяцы, очень подвержена поведению доллара. Поэтому, друзья, если вы хотите построить какие-то среднесрочные идеи по евро, нужно четко понимать, по крайней мере, разбираться с тем, что происходит в Штатах и что может случиться с долларом. Я сделал такой легкий акцент на то, что у доллара хорошие шансы на рост. Соответственно, вывод здесь напрашивается сам собой. Европейская валюта, которая на текущий момент котируется рядом с уровнем 1.18. У нас по-прежнему в арсенале коротких сделок. То есть мы рассматриваем с точки зрения продаж. И лично моя субъективная цель – увидеть евро-доллар в районе 1.16. Теперь давайте поговорим чуть подробнее о нефтянке, как мы это классически, традиционно делаем. Кло вчерашнего дня – 61.23, сейчас чуть повыше – 61.44. Распродажи существенные. Немного мы не дотянули до потерь, практически в 4%. Но я думаю, что если настроение не изменится сегодня, то снижение актива продолжится. Кто знает, может быть, мы сможем подобраться к 60, друзья, даже не под закрытие недели. И благодаря отчетам, конечно, от нефти естественной компании Baker Hughes, на которые классически вылагаются очень большие надежды. Но, возможно, будут основания говорить о близости вот этой планки даже в рамках текущих торгов. Что можно сказать по фундаменту, по рынку нефти? В целом мы видим то, что за редкими исключениями, за редкими локальными откатами на протяжении всей недели котировки нефти находятся под серьезным прессом. И, на мой взгляд, это явное подтверждение, явное отражение того, что участники рынка не сильно-то вдохновились решением ОПЕК продлить действие соглашения до конца 2018 года. Может быть, какие-то отдельные оптимисты на рынке присутствуют, но большая часть подавляющих трейдеров, которые спекулируют исключительно этим активом, понимают то, что вряд ли этого соглашения будет достаточно, чтобы реглантировать рынок. А если так, то нужно уже занимать позицию альтернативную, позицию, которая уже лоббирует идею не какого-то оптимизма и того, что цены смогут добраться и вернуться к высоким уровням, а идею того, что нефтянка будет в числе тех инструментов, которые продолжат терять свою стоимость до конца этого года и, возможно, в таком нисходящем ключе проведут весь 2018 год. То есть продажи, они назрели уже давно, просто были еще ожидания, что, может быть, ОПЕК что-то придумает интересное, но не произошло. Соответственно, друзья, если нет, давайте смотреть за ледовыми отчетами, как мы это делаем всегда по штатам, у нас их достаточно. Вслед за американским институтом нефти вчера вышли данные от администрации аналитической информации. В принципе, очень схожие отчеты с теми данными, которые мы получили от американского института нефти, потому что запасы нефти резко снизились и запасы бензина, напротив, резко вырасти. Ну, наверное, сами цифры особого принципиального значения не имеют, хотя я вот себе их выписал. Ну, не буду вам забивать голову, просто имейте в виду, что мы сейчас работаем с статистикой по снижению запасов нефти и росту запасов бензина. А рост запасов бензина, он находится чуть ли сейчас не на максимальных уровнях с начала 2017 года. Почему резко снижаются запасы нефти? Я думаю, что это связано с резким ростом загрузки нефтеперерабатывающих заводов. И вот по цифрам здесь точно нужно отметить, учитывая то, что загрузка нефтеперабатывающих заводов выросла с 8,8 миллионов. Это показатели, которые мы с вами анализировали неделю назад до 9,7, то есть фактически на, получается, 800, даже 800 с небольшим тысячи баррелей в сутки. Очень много, серьезный, конечно же, такой прогрессирующий элемент статистический. Соответственно, при сохранении текущей динамики дальше, в ходе последующих недель, мы тоже будем работать с данными по снижению запасов нефти. Я уверен, что картина особо не изменится. Ну вот, рост запасов бензина, здесь уже компенсатор своего рода, и мы видим то, что на участников рынка эта статистика оказала большее влияние. Также, друзья, хочу обратить ваше внимание на то, что на рынке сейчас активно обсуждают идею, связанную с тем, что ОПЕК, опять же, собственными мерами и действиями, которые направлены на восстановление баланса, могут немножко перемудрить и перестараться с потенциальной борьбой с избытком нефти. Поскольку, в конечном счете, если они и дальше будут, если это правда, друзья, по показателям соблюдения договоренностей странами ближневосточного картеля, чуть ли не 100-120%, мне в это особо не верится. Но если это правда, действительно, и если ОПЕК продолжит перевыполнять нормы и сокращению производства нефти, то, в конечном счете, они лишатся приличной доли на азиатском рынке. Почему? Потому что котировки, в связи с этим, должны идти вверх нефти, и они сейчас находятся на очень высоких уровнях. Увеличивается дискон-премия между контрактами WTI и Brent. Соответственно, WTI, американский сорт, гораздо дешевле Brent, и почему бы азиатам не, скажем, переиментироваться на потребление альтернативного сорта, собственно, нефтянки, который гораздо дешевле. Здесь исключительный прагматизм должен возобладать, и этот риск, в конечном счете, может стоить, опять же, для представителей ближневосточного картеля не меньше пяти, а то и даже семи процентов их доли на рынке. Конечно же, они уверены и это понимают, и возможно, друзья, осознание того, что не хочется перестараться и тормозить многих, скажем, лидеров ближневосточного картеля, не предпринимать дополнительных усилий по снижению добычи нефти, я имею в виду, не рассматривать дополнительные квоты по ограничению, а максимум лишь продлевать и пролонгировать условия действующего энергетического факта. Поэтому, если копаться, конечно же, вот в этих кулуарных играх, я думаю, что многие из вас уже давно сделали правильные выводы, если трудно сейчас их сделать, тогда попробуйте, скажем, принять позицию какого-нибудь альтернативного большинства либо меньшинства. Либо, к примеру, мою позицию. Я склоняюсь в пользу того, что штаты будут дальше кренить рынок нефтянки и, соответственно, останутся причины, по которой на рынке мировые запасы будут в несколько сотен миллионов баррелей превосходить средние значения за последние пять лет. Соответственно, нефть у нас, как и было в числе у инсайдеров, так мы ее продолжаем продавать. Ближайшая цель 60. Ждем пробоя этой планки и снижения дальше. Рубль, соответственно, логично дал слабину. 59.20 уже сейчас. Я думаю, что как только увидим 60 и по паре доллар-рубль тоже будет такая же аналогичная планка. Доллар японская и иена. Сейчас мы говорим про уровень 112.40. Это чуть повыше, чем мы наблюдали на азиатской сессии торговой, сессии среды, то есть те потерирубки, которые я озвучивал вчера. День был негативный для доллара. Преобладали продажи. Сейчас американская валюта снова пытается восстановиться. Но есть сейчас еще один риск, который нужно переваривать, нужно нивелировать и гасить всевозможным позитивом, который только есть шанс сейчас на рынке найти. Этот негатив связан с беспокойством возможной приостановки работы правительства. Но вы понимаете, что, скорее всего, это такой спекулятивный момент, который, да, повышает нервозность опасения, тем более по штатам. Были такие уже прецеденты в 2012 году. Но сейчас крайне маловероятно то, что дело дойдет до приостановки работы правительства. Поэтому я считаю, что тот дедлайн, тот крайний срок, который был обозначен для того, чтобы Конгресс проголосовал, согласовал, скажем, финансирование для правительства, то есть это пятница, он будет выдержан и решение, соответственно, тоже будет. Поэтому, друзья, пятница, в принципе, закрытие недели у нас может стать крайне волатильным для доллара. Потому что мы до этого с вами говорили, что у доллара есть очень много поводов, возможностей и аргументов для роста, но все равно что-то сдерживает, опять же, рост американца. С одной стороны, это еще неясные перспективы по реализации налоговой реформы. Вроде бы как и дали зеленый свет. Ну, а с другой стороны, еще даже сроки. Неизвестно, когда эта реформа дойдет до своего логического завершения. Мы надеемся, что произойдет это в январе-феврале 2018 года. Ну, вот вопрос с финансированием правительства. Да, это еще один стопор для доллара. Соответственно, если завтра в позитивном ключе разрешается эта проблемка локальная для штатов, ну, доллар тогда должен расти. И, соответственно, еще у нас десерт на все недели. Это статистика по Non-Farm Parals. Исходя из вчерашнего релиза IDP, который является предварительным перед выходом официальных данных, 190 тысяч против прогноза 185. Хорошая статистика. Максимальный рост в промышленном секторе по занятости. Максимальный рост с начала этого года. Производительность труда, друзья, также находится на максимумах за несколько лет. 3%. Это как и в прошлый раз. Я думаю, что это, по-моему, максимум с 2010 года. Тоже такой исторический по параллелям момент по статистике, который явно позволяет говорить о том, что экономика реально растет, экономика США восстанавливается. Экономики есть на что опираться, начиная от активности потребителей и заканчивая мощностью и силой промышленного сектора, который цветет и пахнет благодаря таким показателям производительности труда. И в связи с хорошей поддержкой статистики, в связи с прогрессом на рынке труда, мы смело оставим на то, что 13 декабря, то есть в следующую среду, ФРС поднимет процентную ставку. Выходим на финишную прямую, друзья, по нашей идее торговли парой доллар и японская иен. Это финишная прямая. Я думаю, что вот сходится по факторам в одну полосу, которая создает безграничные возможности для роста доллара. Это самая настоящая ковровая дорожка. Если обойдется без каких-либо форс-мажоров, то, соответственно, выйти доллару выше. Надеюсь, что доллар и японская иена в вашем портфеле торговых позиций. И очень хочется, опять же, думать, то, что вы сейчас не пытаетесь противиться, опять же, складывающимся в фундаменте, так же, как и я, ставите на то, что эта пара вырастет. Австралийцы против доллара. Австралийская валюта у нас снижается. Текущие котировки, друзья, 0.7549, хотя допускаю то, что мы могли еще немного скорректироваться. Напоминаю, цель 0.75, после этого покидаем, собственно, рынок и ждем с хорошим настроением новогодних праздников. Австралийцы также дали нам хорошую возможность в этом году заработать, особенно под конец. И мы ставили на то, что он просядет. Вы помните, наш рай начинался с отметки еще 0.8. Этот уровень мы определили как такой критический для экономического благополучия Австралии. И когда пара австралиец-доллар подбиралась к этой планке, неоднократно мы слышали комментарии резервного банка Австралии о том, что высокий обменный кост тормозит экономику. Я думаю, что эти заявления, мягкие комментарии, справедливы для текущей динамики тоже. То есть, даже несмотря на коррекцию практически на 500 пунктов, австралиец все равно является перекупленным, на мой взгляд, инструментом. Он может сходить и гораздо ниже. Хочется обозначить и планку 0.72, 0.73, но считаю, что можно будет уже довольствоваться результатом после касания поддержки 0.75. Причины ослабления австралийца вы наверняка все знаете, но особенно их знают те, кто торгует этим активом. Мы их разбирали, начиная от заседания резервного банка Австралии, когда монетарное руководство сделало четкий акцент на то, что резервный банк остается привержен политике низких процентных ставок, поскольку он пытается противостоять действующими экономическими стимулами, рискам для экономического роста из-за низких показателей производственной активности и активности потребителей. И подтверждением всего этого стал, собственно, отчет по экономическому росту по ВВП Австралии, который вышел на азиатской сессии среды. И вчера мы также о нем говорили, статистика очаровала, и тут же, собственно, распродажи, которые тут же были дисконтированы в ослабости австралийца. Цель ясны. По новозеландцу, друзья, особо тоже картина не меняется. У нас ориентир это 0.68, сейчас котировки 0.68.55. Совсем чуть остается и здесь. Функт против доллара. Немного омрачилась новостная картина тем, что не получилось быстрой победы по брейкзиту, по достижению договоренности. Есть еще, как мы говорили, определенные камни преткновения. Будем надеяться, что до встречи Еврогруппы, которая состоится через неделю, эти разногласия по границе с Ирландией между Еврогруппой и, точнее, лучше сказать, Европейским Союзом и Англией удаться погасить. Ну вот, еще одна негативная новость, это покушение на премьер-министра Англии Терезы Мэй. Его, разумеется, удалось предотвратить правоохранительным органам. Но все равно очень такая неприятная тема в свете, скажем, острой политической позиции Терезы Мэй и в свете того, в каких сейчас, собственно, политических играх она участвует. Давайте не будем, опять же, стараться копнуть глубже по этой теме, потому что, до истины, мы никогда не докопаемся. Сам факт того, что это произошло, разумеется, привело к локальной слабости фунта, но он устоял. Устаем на котировках 1.33.82. Это не то, чтобы менять наши с вами планы по британцу. Ну, точнее, мы видим откат после того, как добрались до уровня 1.34, но все равно этот уровень сейчас рядышком. Для тех, кто покупает фунт, я лишь продолжаю вас поддерживать, друзья, вижу шансов на то, что у британца есть, скажем, горизонт освоить и возможность освоить более высокие ценовые значения, потому что я рассчитываю и настраиваюсь на то, что договоренности по процессу Brexit все-таки до 14-15 декабря будут достигнуты. И этот прогресс будет подтвержден. Поэтому у пары фунт-доллар есть шансы вылезти до отметки 1.36-1.37. И хотелось бы закончить, друзья, динамикой канадца, которая полностью удовлетворила нас как покупателей. Вчера пара, я имею в виду USDCAD, а сейчас котировки 1.28, собственно, выросли. Мы рассчитывали на то, что австралиец, точнее пара USDCAD с отметки 1.27 обязательно продемонстрирует существенный рост, потому что у нас на повестке было заседание Банка Канады. Мы изначально настраивались на то, что ставку сохранят и оставят на прежнем уровне в 1%, но и были ожидания послушать о том, что будет с этими ставками дальше. И господин Поллос нас не расчаровал, потому что снова был сделан акцент на то, что повышение случившейся ставки в июле и в сентябре, может быть, это был локальный просчет для Банка Канады. Возможно, Банк Канады поторопился с таким резким и последовательным циклом повышения процентной ставки. Это, в конечном счете, привело к негативным последствиям для определенных индикативов экономики этой инфляции и, соответственно, в общем темпе экономического роста. Поэтому прежде чем будет принято следующее решение о росте процентных ставок, нужно посмотреть, насколько и как хорошо и насколько эффективно смогли адаптироваться потребители к прежним решениям ужесточения монетарного режима. Будет ли повышение процентной ставки, скажем, до первого квартала 2018 года, ну, конечно же, до конца это неизвестно. Но я считаю то, что, скорее всего, нет. Поэтому рекомендую сохранять длинные позиции по USDCAD, потому что здесь у нас очевидный контраст, опять же, торговли режимами. Это ФРС, который повышает процентную ставку, Банк Канады, которая теперь с этими решениями притормозит. И еще у нас добавляет интереса к этой паре ситуация на рынке нефти, потому что котировки Абренда у нас снижаются. И традиционно такая динамика оказывает влияние на те активы, которые завязаны, собственно, на стоимости сырья. И канадский доллар, так же как и рубль, собственно, зависит от того, что происходит на рынке углеводородов. Цель, как и раньше, 1.30. Надеюсь, то, что до конца этого месяца мы до нее доберемся. Друзья, на этом все. Спасибо вам за внимание. Хорошей, удачной торговой сессии. Увидимся завтра, как и всегда, в прямом эфире в 9.30 по московскому времени через Перископ. Если нет возможности присутствия в прямом эфире, не забывайте, что вам доступна запись на канале на YouTube каждого брифинга буквально сразу же после того, как он завершается. Спасибо тем, кто подписывался на наш канал. Спасибо тем, кто комментирует, оставляет, высказывает свои мнения. Это очень важно. Это похвально, друзья. Я стараюсь, скажем, мотивировать вас на большую такую социальную активность на нашем канале. Потому что чем больше мнений, тем больше уверенности в том, что контент востребован, и тем больше, опять же, шансов у нас выйти на какое-то точное и более-менее интересное торговое решение уже совместными усилиями. Ну, на этой ноте давайте завершать. Еще раз удачной и прибыльной вам торговой сессии. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...